Дорогие братья и сёстры, мира и спокойствия всем вам. Прежде всего, я хочу выразить свою благодарность и радость от того, что вижу вас сегодня здесь. Но я по-настоящему счастлив говорить сегодня с вами. Согласно учению Будды, есть два типа исследований. Два типа знания, два типа истины – это благородные истины и обычные, обычные истины. Первое – это знание, исследование, благородное знание, знание о карме, о том, что наши хорошие поступки дают нам благие заслуги. Сегодня, например, вы предлагали пищу Будде и монахам. И это благое поступок, благое дело, которое даст вам будущие благие результаты. Сегодня мы создавали для себя хорошую карму на поле. Сегодня мы создавали для себя хорошую карму. Мы развивали в себе нравственность, правильный добродетель, практиковали дану, то есть по отношению монахам и Будде. И этот поступок, эти дела, они дадут нам правильные, хорошие результаты в будущем. Дана в переводе с поле означает пожертвования, предложения чего-либо. Есть несколько типов данных. Первый тип данных – это Амисадана, предложение каких-то материальных вещей Будде или монахам. Мы должны донатировать наши родители, родители, родители или родители. Мы должны поддерживать так много, как мы можем. Это называется Амисаданат. Мы должны предлагать нашим учителям, нашим родителям, нашим бабушкам, дедушкам те материальные вещи, те ценности, которые у нас есть. Мы должны поддерживать их тем, чем мы можем. И это будет называться на поле Амисадана. Это благородный поступок, который даст нам положительную, хорошую карму в будущем. Второй тип данных – это Апиядама, это предложение жизни. Например, когда человек является донором, и он предлагает свою кровь для спасения другой жизни. Например, свой глаз, какие-то свои органы для того, чтобы другой человек был жив, чтобы спасти его жизнь. И поэтому мы должны спасать чужие жизни и воздерживаться от убийства. С точки зрения учения Будды, такое предложение, донорство крови каких-то органов – это благородный поступок. Потому что жизнь важна для всех, и как я люблю свою жизнь, так и каждый живой жизни. Каждый человек, каждое живое существо, оно хочет жить и любить свою жизнь. Поэтому, с точки зрения учения Будды, каждый из нас должен уважать любую жизнь. И не только жизнь свою и другого человека, но также и жизнь животных, жизнь насекомых. Мы не должны убивать ни одно живое существо в этом мире. Мы должны, наоборот, делать так, чтобы они были счастливы. Мы должны, наоборот, делать так, чтобы они были счастливы. Мы должны, наоборот, делать так, чтобы они были счастливы. Мы должны быть счастливы. Мы должны убивать и сохранять жизнь любого комара, даже буравья. Мы должны иметь любящую доброту ко всем живым существам. Мы должны распространять эту доброту, свое страдание на всех, кто вокруг нас, на наших родителей, на наших учредителей, на наших бабушек, дедушек, на всех людей, всех живых существ, которые вокруг нас. И также мы должны делиться своим страданием со всеми живыми существами. И отказываясь от каких-то привязанностей, отказываясь от гнева, от неблагих каких-то состояний ума, мы должны сострадать всем живым существам и всем людям вокруг нас. И поэтому можно сказать, что Будда учит нас хранить себя так же, как мы храним других. И поэтому второй вид Даны, Абья-дама, то есть предложение жизни, спасение чужой жизни и ее сохранение, это практика, которой должны следовать все. Третий тип Даны называется Дамма-дана, то есть предложение учения, мы должны делиться теми знаниями, которые у нас есть, и участвовать в обсуждении учения Будды, распространении учения Будды другим людям. Сейчас мы распространяем учения, учим слова Будды, изучаем, и это то, что называется Дама-дана. То есть предложение учения Будды, сравнение учения Будды, обсуждение учения Будды. И среди этих трех видов Дана, которых мы уже сказали, предложение каких-то материальных вещей, предложение жизни другого человека и распространение знаний, именно третий вид Дана, распространение знаний, он является наиболее важным и значительным, потому что именно знание Даны, знание Дхама, учение Будды, оно позволяет нам выбрать правильный путь в своей жизни. That's why, according to Buddhism, we have to learn to get knowledge, using our knowledge, we have to do, we have to learn our duties. I believe you have some degree of knowledge on Buddhism. Я верю, что у вас уже есть определенная степень знаний о Буддизме. И, используя эти знания, мы должны помогать другим людям так же, чтобы они знали о том, как жить правильно и счастливо в этом мире. Если мы понимаем учение Будды, то мы сможем построить правильные отношения между двумя людьми. Если супруги, муж и жена понимают и знают учение Будды, они смогут построить гармоничные отношения друг с другом. То же самое касается отношений между родителями и детьми. Если дети и родители знают, понимают учение Будды, они смогут строить гармоничные отношения, правильные отношения между собой. То же самое в отношениях между учителем и учеником. Соответственно, если они понимают учение Будды правильно, то они построят счастливые гармоничные отношения между собой. То же самое в принципе касается всего общества. Если все члены общества понимают учение Будды, то на основе этого понимания учения Будды, они смогут построить правильные отношения между собой. Поэтому учение Будды очень важно для нашей повседневной обыденной жизни, так как помогает нам обрести счастье, спокойствие, умиротворенность. Поэтому Будды говорит нам о том, что мы должны знать и понимать учение. Лучше. 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 Поэтому получить какие-то знания, обсуждать эти полученные знания, делиться своими знаниями, это есть первый шаг. После того, как мы обретем эти знания и будем уверены в своих знаниях, то мы должны будем перейти к практике, то есть внедрить к обучению Будды в свою жизнь. Поэтому, после того, как мы получаем знания, мы должны обязательно практиковать полученные знания, следовать за ними. Если мы следуем учению Будды, то мы сможем создать мир и спокойствие внутри самих людей. В общении с другими людьми и внутри всего общества в целом. Чем больше мы практикуем Дханг, учение Будды, тем больше у нас будет спокойствие и счастье. Это драма, учение Будды будет для всех. Для русских, для Тайландских, для чиновцев, для Мьямацев. Для всех. Мы должны сказать, что учение Будды, оно существует для всех людей, и для русских, и для тайцев, для жителей Мьянмы, для китайцев и так далее. Поэтому каждый человек, который хочет обрести мир и счастье в своей жизни, он должен практиковать учение Будды. Потому что учение Будды показывает правильный путь, то есть путь, который ведет к спокойной и счастливой жизни. Сейчас у нас есть прекрасная возможность для того, чтобы изучать учение Будды и практиковать его. Чем больше вы знаете учение Будды, чем больше вы практикуете учение Будды, тем быстрее вы сможете понять истинную природу всех вещей. Поэтому Будда говорит о том, что мы должны пройти три ступени, три этапа. Первый этап – это этап оплетения знаний, обсуждения знаний, обстранения знаний. Второй этап – это этап практика, когда мы применяем те знания, которые получили в нашей повседневной жизни. И третий этап, третья ступень – это понимание, то есть оплетение мудрости и понимание природы всех вещей. Поэтому знания Дхамы – это благородный поступок, который ведет нас по правильному пути к обретению спокойствия и счастья. Поэтому у вас есть знания, у вас есть определенный уровень знаний, учения Будды, и я прошу, чтобы вы делились этими знаниями с вами. Если они будут правильно понимать, что они будут знать слова Будды, то они смогут построить правильные, гармоничные отношения между собой и во всем обществе, и их жизнь будет спокойной и счастливой. Если у них есть знания, значит они будут знать, как правильно общаться с другими людьми, как сохранять мир, спокойствие в обществе. Таким образом, sharing knowledge, teaching Dhamma knowledge, discussion of Buddha's teachings is called the Dhamma Dhanas, donation of the Buddha's teachings. Поэтому исследование учения Будды, распространение учения Будды, обсуждение учения Будды – это то, что Наполея называется – Дхамадана, то есть предложение, учение. Также существуют обеты, то есть сила на поле переводится как нравственность. Мы должны практиковать нравственные эти основы для того, чтобы очистить свои поступки, сделать их чистыми и свою речь. Мы должны стремиться. Мы должны стремиться к тому, чтобы делать чистыми наши поступки и наши слова. И именно для этого мы практикуем те обеты, которые давал нам Будда, то есть практику нравственности. Сила – моральный контроль, тренировка вот этого морального состояния для очищения поступков и слов. Поэтому для того, чтобы обрести спокойствие и повседневной жизни, мы должны придерживаться тех обетов, которые освещал Будда. Можно сказать, что сила, то есть моральность – это красота нашей жизни. Поэтому для того, чтобы обрести спокойствие. Поэтому каждый день мы должны соблюдать эти обеты каждый день и не нарушать их. Поэтому сохранение сила – это тоже благородная истина, которая приводит нас к обретению спокойствия и счастья в жизни. А также мы должны практиковать медитацию випасана, потому что именно она позволяет нам понять истинную природу всего, что есть в мире. Мы, according to the vipassana knowledge, we belong to process, we belong to the nature. That is mental process and physical process, that's all. Apart from this, there is nothing. С точки зрения медитации випасана, все, что есть в мире – это всего лишь процессы. Так же, как сам человек является чем иным, как соединением процессов ментальных, процессов ума и процессов физических. То, что мы медитируем на дыхание, само дыхание – это не что иное, как физический процесс. Наблюдение, концентрация, восприятие – это не что иное, как ментальный процесс. Мы принадлежим только этим двум процессам. Эти процессы, они возникают, существуют и прекращаются. Они принадлежат только природе, и мы не можем их контролировать. Наблюдая эти процессы, мы можем понять истинную природу этих процессов, проникнуть в их суть. Эти процессы, физические процессы, ментальные процессы, они постоянно меняются, каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение времени. И именно из-за этого мы становимся старше, час от час, минуты от минуты, секунды от секунды, буквально каждое мгновение времени. И в конце концов, все мы умрем, и ни одно живое существо не может остановить этот процесс. Будда сказал, что сансара, она бесконечна. Мы являемся путешественниками в сансаре. Поэтому Будда сказал, что нет такого места, где мы бы никогда не рождались или не родимся. И так же нет такого места, где мы бы никогда не умирали, никогда не умерли. Поэтому Будда сказал, что мы все являемся родственниками в этом мире. Если мы понимаем учение Будды, то мы будем добрыми ко всем живым существам, ко всем людям, которые нас окружают. И мы должны быть сострадательными ко всем людям вокруг нас. Будда сказал, что сансара, то есть рождение, существование, смерть, она наполнена страданиями. Через практику медитации по санам мы сможем выйти и сансары сводиться страданиями. Випасана медитация это единственный способ, единственный практик, чтобы быть свободен от сансары. Поэтому практика медитации по санам это единственный путь для того, чтобы уйти из сансары. Поэтому мы должны заниматься практикой медитации каждый день столько, сколько мы можем. Если мы можем пять, значит пять, если десять, значит десять. И увеличивать постоянно это время практики. Потому что без практики медитации мы не сможем понять истинную природу процессов тела и ума. У меня есть тела, у вас есть тела. И как я принадлежу этим двум процессам, процессам ментальным и физическим, так и каждый из вас принадлежит только этим двум процессам. Так же как то, что вы русские принадлежите. Россия тоже неправда. Потому что каждый из нас принадлежит только двум процессам, физическим и ментальным. истинная природа. Поэтому через практику учения Будды, через практику медитации мы понимаем истинную природу мира. И в конце концов мы становимся свободными от страданий. Поэтому вот эти практики, о которых мы говорили, Дана, Тха, да, то есть какое-то предложение, практика медитации, все эти практики, они позволяют нам обрести правильный путь в жизни, который приведет нас к спокойствию и счастью. И вот эти были, мы говорили о благородных каких-то практиках, как благородных поступках, в том, что мы должны делать. И существуют, наоборот, как бы глупые, невежественные поступки, которые приводят нас к страданию. Every day, using our eye, we search the beautiful object. We search beautiful object. This kind of searching is called ignorant searching, because the more we death, the more we may suffer. Например, буквально каждый день своими глазами мы видим красивые объекты. И это можно тоже воспринимать как некие неправильные поступки, потому что они могут через привязанность к такой красоте приводить нас к увлечению страданий. То же самое, если мы слышим постоянно какие-то приятные звуки, привязываемся к ним, это также создает нам новую привязанность и приводит к страданиям. The more we want the beautiful sound, the more we attach the beautiful sound, the more we may suffer. Поэтому, чем больше мы слышим красивых звуков, красивой музыки, тем больше у нас привязанности к этой красивой музыке, тем больше у нас страданий. Поэтому, according to the Buddha's teaching, such a beautiful object, such a pleasant sound, such a sense, such a sense, such a sense, I remember. Such a sense is called ignorant such a sense, because that such a sense produces sufferings. Поэтому Buddha говорит о нам о том, что восприятие красивых вещей, восприятие красивых звуков, какие-то контакты, да, то есть, ну, контакты с какими-то физическими объектами, они могут приводить к новым привязанностям и порождать страдания. Восприятие красивых объектов, оно может порождать привязанности, которые порождаются в очередь страданий. Восприятие красивых объектов, оно может порождать привязанности и которое порождает в свою очередь страдания. С opennessю и лично см Pressing the Through И также восприятие каких-то красивых звуков порождает привязанности к ним, которые порождают, в свою очередь, страдания. Поэтому есть какие-то благородные поступки, благородные восприятия, благородные дела, и есть наоборот какие-то глупые невежественные поступки, невежественные дела, невежественное восприятие. Если вы хотите быть счастливыми в нашей жизни, мы должны отбросить эту невежественную сторону и следовать только благородным путем, то есть путем данных, путем медитации и пасана, и силы, то есть развития своей нравственности. Главное – это создавать хорошую карму и отказываться от плохой. Если мы хотим быть по-настоящему благородными и хорошими людьми, то мы должны практиковать учение Будды. Если мы практиковать больше и больше, мы можем стать хорошим человеком, новым человеком, пасана, пасана, пасана. Чем больше практиковое учение Будды, тем быстрее мы станем благородными, хорошими и чистыми людьми. Сегодня мы приобрели хорошую карму. Это означает, что мы идем к благородным путем, который приведет нас к покойночливой жизни. В нашей повседневной жизни мы должны жить, опираясь на учение Будды. Жизнь, в основе которой лежит учение Будды, это благородная жизнь. Мы все зависим друг от друга, как, например, учителя зависят от учеников, ученики и учили, и некоторые дети зависят от родителей, и родители зависят от детей. Это зависимое существование людей. И если мы выбираем, от чего зависит, от других людей, от учения Будды, то главное это зависит от учения Будды. То есть учение Будды должно быть основой всей нашей жизни. Сейчас мы очень счастливы, потому что в основе нашей жизни лежит учение Будды. Мы должны включить учение Будды, повседневную жизнь, если хотим обрести спокойствие и счастье. И только так мы будем жить спокойно и счастливо. И только так мы будем жить спокойно и счастливо. Поэтому учение Будды должно практиковаться везде и всегда. И утром, и днем, и вечером, и ночью, каждое мгновение своей жизни, везде, где мы находились, мы должны практиковать учение Будды. Таким образом мы сможем очистить наши поступки, наши слова и также наши мысли. Таким образом Бог сказал о том, что мы должны очистить наши, прежде всего, поступки и слова, и после этого очистить свое сознание. Как я уже сказал ранее, для того, чтобы сделать чистыми наши поступки и наши слова, мы должны соблюдать обеты, правила нравственности. То есть для того, чтобы очистить наше сознание, мы должны заниматься практикой медитации. И только так мы станем по-настоящему, сами по-настоящему спокойными, счастливыми людьми. Будда сказал, что мы должны создать свое собственное счастье сами. Вы можете сами создать свое собственное счастье. Так же, как и мое счастье, ваше счастье, оно зависит от состояния ума. Если мы можем контролировать свои мысли, свои поступки, свои слова, то мы можем стать счастливыми и благородными людьми. И именно счастливые и спокойные люди могут создать счастливую и спокойную семью. А в свою очередь, счастливая и спокойная семья может создать счастливое и спокойное общество. А счастливое и спокойное общество может создать счастье спокойствие во всем мире. Поэтому учение Будды необходимо для всех, не только для бурдистов, не только для русских, не только для Таицев, не только для бурдистов. Поэтому мы должны научиться, как жить свободно и спокойно, и потом мы должны продолжить в ближайшие дни. Чем больше мы будем ближайшие дни, тем больше мы можем понимать, что настоящая природа есть, и другие учения. Поэтому прежде всего мы должны обрести знания, а потом применять эти знания на практике, и чем больше мы будем практиковать учение Будды, тем быстрее мы поймем листинную природу всех вещей и поймем саму суть учения Будды. Мы очень удачливы, потому что у нас есть возможность получать учение Будды и обсуждать учение Будды. Я по-настоящему рад встретить Вас сегодня здесь. Я надеюсь, что в будущем мы встретимся еще в этой жизни. Силой Будды и Хармы я желаю вам всем быть успешными, счастливыми и спокойными в своей жизни. Спасибо вам за все. Спасибо.